ну что господа приветствуем вас сегодня юрий николай пётр и и нам будет очень тепло потому что вы с нами вы нас смотрите и потому что нами есть два фена нет потому что мы сочи и у нас сегодня два фена которые не продаются в россии которые мы достали привезли получили неважно как решили сделать на них обзор потому что фен аккумулятор у нас уже до этого в обзоре были если вы хотите можете посмотреть поскать обзор на фена там был фен метаба макита и в метаба мелоки и devolt мы сравнивали между собой и вот теперь у нас есть bosch и макита в котором нам хотелось бы тоже сравнить они получаются уже как бы за год спустя вышли на вам оборот попали пешком да поэтому они попали к нам только час так что новинка на наш это относительно недавно вышедшая модель не могли же уже это с полгода год ну они у нас сами по себе просто компании которые выпускают на год позже дали на два товары они чисто теоретически могут скорректировать их и если там есть какие-то косяки у производителя могут добавить свои фишки сделать их лучше но это не точно но bosch у нас произнес румынии поэтому он дошел быстрее дубош где он в румынии а макита сделано в китае смотри тот пятьсот пятьдесят градусов выдает фен bosch выдает сколько градусов не указано да юра они такие может не будем в этот раз ну давайте не а нет указано пятьсот градусов на коробке здесь указано два режима триста и пятьсот градусов есть есть пару моментов юра смотри внимательно на макитовский фен если ты видишь здесь есть вот такая вот только моментов на сам плавная до регулировка а баша раз и два триста пятьсот казалось бы может так и надо но чтобы не заморачиваться да ну в принципе просто плавная регулировка что надо нагревать аккумуляторным феном до каких-то определенных градусов которые идут на цифру 4 но это будет ну наверное процентов на 20 слабее чем полная мощность опять же смотри но в любом случае когда у тебя есть возможность регулировать это тебе дает больше диапазона для твоих возможностей если допустим для 300 и 500 и как бы ограничен это как болгарка с регулировкой лучше чем болгарка с фиксированными но это да ладно с бога по комплектации здесь в бошевском фене комплектации идет две насадки вот они почему-то насадки на в этих таких вот упаковочках не в целлофанах именно почему-то может я знаю что думаю пятерки купили пирожок доели такие упаковали проверим жирность если бы проводили в догомысе написано не румыния потом нравится что здесь идет вообще стаканчик от кофе ли редукционная насадка редукционная насадка кстати вообще ни у кого как правило не кладется а вот в боши она получает идет сколько она стоит если мы говорим про боши сколь дакцион насадка трени раньше продавались отчета около полтора тысячи стоя раньше они это просто дичь а на это редукционная насадка у нас старые остались и ценники смотри вот такая херидит юр для она вот так еще одевается и ты такой бабах еще две триста такой насадка стоило это че за дичь это ценник выгоревший желтый потому что в студии лежит у нас уже года два наверное и на этой студии на витрине еще лет восемь ребят этот фен бошевский мы его наверное выставим на продажу у нас в телеграм-канале кто больше предложит за него тот его и заберет если интересно можете внизу подписаться на наш телеграм-канал там есть частенько просто много-много инструментов продается за полцены потому что мы их со студии после обзора на витрину же не поставишь да просто себе девать уже некуда у нас уже все полки забиты приходится как-то от них избавляться да и в общем и если вам интересно там очень много кстати и интересных вкусных предложений бывает поэтому я вам рекомендую подписаться на телегу там значит вы можете еще внутренние наши инсайдики всегда видеть потому что этот обзор был снят и показано что информация была в телеге за много задолго того как вы его сейчас видите в ютубе и так юр поехали что это за херня я думаю это давай возьмем одну насадку это удлинитель получается это скорее всего да что просто залезть куда-то потайные места и не сплавить просто у полноценных фенов больших она занимает вот такую часть это труба длинная да никак она тут не помогает просто почему мы это оговорили часто погоди она не дает возможность снять насадку а не дает а и просто снимается его сделал а кстати комплектация макетному будем оговориваешь или про бошка на поле насадок но не редукционная маленькая нет насадки вот это кстати насадка редукционная майка чем хороша этот фен же маломощный по сути и для мелких работ используется и она здесь очень полезно большой минус тебе столько насадок возьмем например для термоусадки ну или для пайки трубку так сейчас она у меня уже не надевается я разучился пользоваться на другую вот на деле насадку она горячая снять ее сложно берем вот это прям вообще классная фишка кто это придумал макетти просто держит папки респект классная вещь ты не трогаешь руками ничего тебе нужно сменить насадку ты просто взял отстегнул и все единственное может быть минус ее нельзя снять чтобы подлезть куда-то в тонкой не съемно да я не знаю он в принципе короче это тоньше и насколько это удобнее куда-то можете показать мангавра сжигаешь туда чтобы углями не обжечь сразу пластика а еще 2 фишкой который часто ты вот буквально секунд назад полапал мне тоже очень нравится она вот этот крючок который бах вылезает и ты такой где-то работаешь что-то делаешь такой раз прикинь вот и монтажник который делает например поклейку пленки рекламщик да не летает раз и жопу себе обжег или ты где-то смотри не обжег потому что у тебя вот здесь вот чем хороша она вот она как бы вот эта юридия да если без насадки защищена защищена но сильно долго не держится да этот нагрев он по идее остывает достаточно быстро ты можешь остановил да раз клипсу вытернул поставил прицепил и этих частей кабутик электрикой заниматься на высоте тоже работает им же нужно по-любому какую-то там термоусадочку проработать знаю что есть такие моменты я не это недавно смотрел когда мы на ртс делали прошлом что в комментариях что в некоторых местах нельзя использовать газовую горелку потому что огнеопасно и так далее вот в таких местах есть необходимость использовать именно аккумуляторный фен по размеру ну плюс-минус копейки разница во внимание что стоит уделять чуть-чуть по компактно компактно мне кажется такие мелочи уж ну этот я вам не затенький вот этот шутники ручка но впритык помещается прям впритык вот здесь вот чуть-чуть помещается лучше мне прям вообще макита больше нравится но она в окне макита впритык это класс помещается лучше и знаешь что еще нравится что она вся резиновая а у боша она пластиковая наполовину теперь кнопки переходим вот у тебя вот здесь кнопка чем интересно она но ты как-то раз она хорошо на зума нас защитой но она на руку очень хорошо нажимается одним пальцем а у тебя здесь здесь работает по-другому тут есть кнопка блокировки а раз и зафиксировал и можно что-то нагревать а тут не варианту не блокируется и эта кнопка вот это это именно блокировка кнопки от включения но нельзя и зафиксировать под правшую под левшую под одну сторону это тогда ну ты не можешь поставить его включенный чтобы на нем греть например пластик и сгибать его это большой минус кстати не можете освободить руки 1 неудобно она неудобно юра вообще нажми пять раз подряд нажми не на привыкаешь когда как бы нажимаешь все вот это намного проще все нашу самое неудобно вообще не в тему согласен но самое неудобно вот эта кнопка включения а что она когда триггерная что нет она просто там внутри в виде обычной кнопки сделан резиновый чехол он жесткий и в центре он прожимается и там маленькая кнопочка да это говно я когда в машине возился в перчатках выключить ее не мог думаю она сломалась а по доволту мы вам расскажем по новинкам доволта наверно в другом обзоре у нас тут еще несколько штук есть интересных позиций они а там наверху стоят сабля это трещотка электрическая аккумуляторная фен не фен на этот вентилятор на общем это наверно в другом обзоре интересно вы просили профессиональным сегментом разбавлять нашу эту как это бытовую болото бытовую это вот эту херой ну нахер оборот вы пожалуйста решили интересно здесь скорость воздушного потока меняется или это турнир и включать его спиральника нагрева просто на маките меняется как вот 12 до то есть эта температура а а это скорость воздушного потока мы просто сейчас пока даже не запутали чем да у баша есть под темляк но его самого нет фирменная тема до от баша подпружиненная до колодкой которые но можно в теории воздухозаборника нет кстати отлично стоит у тогда на то он тебе до кнопку держать надо это будет каких-то в коленка и вот так вот смотри как хорошо здесь они молодцы продумали этот механизм включения переключения он защищен наплывами резиновыми которые позволяют так вот делать тоже кстати наш надо бы за такие вещи бы ну вот один серебри за яйца когда так вот делаешь да с феном так вообще делать нельзя но это наш фен и сетевые там немножко более тонкой организации спирали нельзя стучать нельзя да если ты его нагреешь и потом уронишь то скорее всего спираль лопта часы противоударный конечно противоударный смотри о какой звук у него 1 2 скорость одинаково нагрев меняется звук такой скорость меняется да и скорость потока меняется а вот раз палец соскакивать не всегда получается скорость разного потока подсветка кстати работать неплохо у машата намного сильнее подсветка светит да она чуть-чуть кучи тот я не получается счет в довесок пару секунд даже не пару а больше ну макета еще уже секунд 10 наверно посвящен но толку от него синих она не видно он слабо да он очень слабый ух какой фонарь мощном баша в общем если в темноте будете что-то греть имейте ввиду что у боша более эффективность вот это просто по моему взять обычно у них какой-нибудь 180 гср да где там нашли рассеивать это конечно нет здесь здесь как раз таки как у макета обычный диодик зато макета прям даже здесь есть подножки чтобы не цепляясь аккумулятором можно было поставить ее можно зафиксировать и работать и вот по факту работаешь греешь это раз второе он стоит на аккумуляторе так его можно ставить только чтобы он естественным путем остывал после работы ну что поток воздуха там все дела внутри охлаждался фед вышел позже чем макетовский выключил просто выключаешь его оставляешь да и все он же знаешь что ее разговариваю факты должен вообще на холостую прогул голодным воздухом но это тоже есть хочешь да нет я поел почему-то голодным воздухом но это не что-то из элитного я такой помню только у вагнера футовому топовых каких-то было мы можем замерить поток воздуха у нас есть воздуходувка да нет мана расплавилась когда прошла сфена снимали нам поможет интерскол ангер давать его уверенно встает но очень дальше да тут уже но достает достает в нормального хорошо теперь этот а этот слабее нет но чувствую тепло но он вообще не на него не иногда и вредами а теперь смотри макита о ты же к себе помогу а больше еще раз давай сейчас пусть успокоится все то мы измеряли по карликах пылесосы а это в интерсколиках мы делаем как мы снимаем время три минуты и как он прогревается потом артем наложит два кадра с одного с одной камеры на пусть и сделать что мы узнали оказывается что макит со своими пятью 150 градусами ни хрена столько не выдуло нам на трубе а бош который всего лишь скромный 500 заявил смог нагреть ее хотя бы до соточки а сама еще интересно что у боша просыпается второе третье дыхание когда ты его чуть-чуть подержишь по и покажем как-то работать чаще там не сразу было он до спираль нагревает странно вот почему только через это реально грел сейчас он еще третью включит вот еще один элемент а ну давай до скорость поливая со проснулся да я не вижу потока да 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 поток у него теперь стал мощнее то есть у него скрытые таланты оказывается не просто так может вы где-то блокировка кнопки есть отвертку вставляешь вот сюда она блокируется в общем все неоднозначно получается юр а у нас на максималке стоял фен да 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 заметим макита аккумулятор холодный и три деления после двух минут да у нас после трех минут то большая аккумулятор горячий и одно деление то есть о а ну так вот именно куда пошло то энергии стал он больше потреблять получается он сожрал 70 процентов этот менее эффективный соответственно прожрал всего 30 процентов от батареи то есть понятное дело он будет быстрее расходовать но их задача какая термоусадка да проверь будет ли он термоусадку справляться с ней она вообще там 120 градусов по идее оп и норм и даже вот это вот в буст выходить не надо теперь макита ну вот и все какой-нибудь ценничек вот этот вот расплавить все красота а брать его для того чтобы там на объемах краску снимать не знаю с двери какой-нибудь это уже наверное лишнее знаешь некоторые берут разогревают замки разобрали распотрошили и они конкретно разные это бош на всякий случай от макита макита спиральки обычные открытые с круглой проки их 4 штуки и керамическая тушка нагревателя у баша спиральки плоские в керамической тоже туши их восемь спиралек мне кажется что площадь соприкосновения у спирали боша намного выше чем да и вообще и вот если вытянуть то у баша вот это было следующая изоляционная здесь надета на нее вот тут туго-туго натянута вот это вот трубка и вот она уже являлась как я понимаю основным нагревателем и дальше уже был свободным объемом вот этот вот корпус вот так внутри и воздух нагревался от нее и выходил горячий но от спирали нагревался в любом случае на но здесь то же самое все те же самые свои и также нагрев идет по этой части как-то специально бумага называется тема бумага что такое но еще обратите внимание что них у здесь разные идут вентиляторы здесь вентилятор идет классического до исполнения надеюсь очень похож на этот как а вот на всех фенах вот такие используют немножко другой вот это напоминает за что советский вентилятор метку в туалете когда-то висел и ты обратил внимание что бошевский аккурат разрядился в три раза быстрее на два точно а теперь почему посмотри вишек есть мощные провода они снимают больше больше тока с аккумулятора а вот здесь они идут провода в два раза тоньше не носится здесь сопротивление выше кабель должен нагреться думаю все же изначально не снимает столько не забирает мощности то есть ему не нужно до больше и плата управления здесь расположение совсем по-другому классическое как жили здесь внизу да расположена и а здесь она расположена под вентилятором и соответственно вторая плата идет как разки возле регулятора хочу заметить на мой взгляд бошь дул бы намного круче если бы больше было отверстий для забора воздуха их если взять корпус отверстия всего вот в одном месте находятся не дай боже ты их рукой прикроешь это одно здесь находится плата то есть воздух должен вокруг этой платы вы через вот эту щелочку здесь и щелочку здесь проникнуть туда и там он будет проходить а ты заметил что они нигде не залили компаундом здесь плата наверное того чтобы бояться тупо чтобы он не перегревался ну и наверное сюда не планируется попадание элементов каких-то строительного мусора но в том числе хотя влага при конденсате может на них попадать часть думаю надо насверлить туда же не отверстие тут дырок побольше идут им будет полегче тогда вот смотри как они заботливо здесь в ручке сделали во первых они добавили это как ребра жесткости а вторых не здесь заложили элементы проводки которые здесь не будут болтаться в рукояти лишний раз греметь просто компоновка мне очень здесь нравится казалось бы да что там этой платы зачем нужно пути нет здесь вот вторая на регулировку но она должна и сколько тут элементов на этой платье сделано трандец сколько там просто какая-то я не знаю компьютер настоящий да и кажется мне можно дум запустить запросто ну вроде бы казалось да кнопка включения кнопка выключения что там может быть ну да может скорее защита от перегрева есть и и вот это вот элемент кнопки классика которую можно купить за 50 рублей зато она 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 это эта кнопка более надежно вот сама по себе и здесь ее конечно тяжело вывести из строя на просто реально как это наши советские советские старые кнопки вот но тем не менее юрий если честно мне как-то все равно по эргономике по удобству понравился больше makita а по эффективности и по производительности все-таки фен больше ну да он более когда он раздувается он нормально дует и горячее по факту нагрева производительности хотя мы не нагревали допустим прям какую-то поверхность вот так воочию мы по трубе это прогоняли но все равно но пользоваться все равно вы будете вихрем сетевым сетевым вихрем закупайте удлинитель за 1000 рублей всего доброго спасибо большое с вами была компания папа карла юрий николай петр не забудьте обязательно подписаться на наш телеграм ваша лучшая благодарность это будет подписка на наш youtube канал и телеграм-канал где всегда очень интересные ништяки все выставляем его на продажу на сразу этот фен тогда я не собираю нет собери уж пожалуйста так чтобы нам не стыдно было потом людям в телеграм смотреть пока